Сегодня Государственный Дум будет рассматривать законопроект, внесенный фракцией КПРФ. Это закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Этим законом мы предлагаем, чтобы федеральный бюджет в первом чтении представлял председатель правительства. До сих пор у нас этим занимался министр финансов. Почему мы ставим так вопрос? Потому что уже 25 лет нашей страной руководят финансисты, а не экономисты. Если перевести это на производственный язык, то заводом управляет бухгалтерия, а не производственный отдел. У бухгалтерии совсем другие задачи. В бухгалтерии, если нет денег, значит они что-то продают. Если есть избыток денег, то они кладут на депозит. У нас примерно такая сегодня экономическая политика. Если нет денег, мы продаем Роснефть. Если есть деньги, то мы их отправляем в Соединенные Штаты. Якобы это является самым надежным источником хранения для наших денег. Вот поэтому мы и хотим, чтобы председатель правительства аккумулировал в себе все доводы и Минфина, и Минэкономразвития, и представлял нам бюджет и прогноз социально-экономического развития, чтобы мы видели, а как будет развиваться страна не только финансы, но и экономика. Вот в этом плане мы хотим все-таки, чтобы депутаты могли задавать вопросы профессионально подготовленному человеку, не только с точки зрения, как будет проводиться финансовая политика, а как будет развиваться промышленность, сельское хозяйство и все остальные области. Вот мы, коммунисты, давно предлагали правительству развивать народные предприятия. Они оправдали себя во всех отраслях нашей страны и за рубежом тоже. Почему до сих пор не обращают внимания на этот вопрос? Я бы хотел передать слово Дорохину Павлу Сергеевичу, который профессионально занимается этим вопросом. Сегодня утром не открываю заседание Государственной Думы 10-минутным выступлением от фракции по вопросу развития народных предприятий. Народные предприятия, как вы знаете, это предприятия, которые стали сформироваться в Российской Федерации после 1998 года, когда был принят закон об открытых акционерных обществ работников. То есть предприятия, где сами работники являются акционерами. И КПРФ, тогда этот закон был принят именно по нашей инициативе, всегда выступала за развитие демократических форм хозяйственных, то есть народных, коллективных и корпоративных предприятий. Сейчас их около 200, но политика нынешнего правительства такова, что не заслуженно замалчивалась и замалчивается роль народных предприятий, которые в период кризиса, именно в период кризиса, показали себя как наиболее действенные, как наиболее активные, которые смогли не только выстоять, в отличие от других многих предприятий, закрывшихся, но и увеличить свои обороты и фактически показали преимущество этой формы хозяйствования. Мы в течение последних лет постоянно проводили семинары, выступления, круглые столы и в Государственной Думе, и в Торгово-Промышленной Палате. И вот сейчас, как результат всех вот этих обсуждений, было принято решение в конце прошлого года, в декабре прошлого года, о создании Национального Союза народных и коллективных предприятий. И мне представители и руководители многих предприятий Урала, Липецкая область Татарстана поручили быть председателем этого Союза и вести работу по его формированию. Вот сейчас он проходит стадию регистрации в Министерстве юстиции, и мы надеемся после его регистрации обратиться к правительству о принятии соответствующей федеральной целевой программе по поддержке народных и коллективных предприятий, а также по внесению изменений в нынешний закон, чтобы была большая возможность предприятий получать такую форму, где бы все члены Торгового коллектива были бы акционерами, что и стимулирует и развивает деятельность этих предприятий. И фактически наша работа КПРФ не прошла даром, должна привести к тому, что мы просто стремимся сделать более устойчивой нашу экономику, нашу экономическую модель. Поэтому мы объявляем 2017 год годом народных предприятий в России и призываем руководителей регионов пойти на то, чтобы в каждом регионе было народные предприятия. Сейчас их около 200, где-то их много, где-то несколько десятков регионов, где их нет совсем. Два из них ведущих, это мясоперерабатывающий комбинат Звениговский в Мариэл, который ведет Казанков, и его сын один из депутатов нашей фракции, а также набережная Челнинская, картонно-бумажная фабрика. Оба предприятия свыше 2000 человек работают, обороты за 10 миллиардов, зарплата по региону в 2,5 миллиарда выше, чем у других предприятий. Вот эти два самых ярких примера. Поэтому мы обращаемся и к журналистам, к средствам массовой информации вместе с Союзом, который сейчас будет образован, пропагандировать форму народных предприятий. Ситуация, складывающаяся сегодня в экономике, я думаю, всем нам хорошо известно. Хотя с экраном телевизора нам неоднократно говорят о неком росте, в том числе и благосостояния работников, о каких-то тенденциях, о том, что делают оптимистические прогнозы, но мы с вами это уже проходили. Количество работников, имеющих доход ниже прожиточного минимума, не уменьшается, а по данным счетной палаты, к 2019 году их количество даже возрастет. Доля населения, имеющих хоть какие-то накопления, например, в 2013 году было 72%, в 2016-м 27%. Это о чем говорит? Проедаем. Я думаю, что не от хорошей жизни. Кризисы уже начали плавно перетекать из одной в другой, и можно сказать, что сегодня даже не кризис, просто у нас жизнь такая. Почему это происходит, я думаю, тоже понятно. И неплохо бы, наверное, об этом, обо всем помнить, особенно в год столетия двух революций. Что могло бы нас сегодня всех примирить? Развитие. Возможно ли они сегодня для всей страны в той ситуации, в которой мы сегодня находимся? Нет. Но даже в такой ситуации все же есть точки эффективно работающие предприятия. И я здесь, в принципе, уже не буду говорить о том моменте, о народных предприятиях было сказано предметно. Я бы хотел затронуть второй момент. Там, где государство организует спрос, участвует в софинансировании, там, где обеспечивает льготное длительное кредитование, там и эффективно работает. И как пример могу привести, есть постановление правительства 1432 о поддержке сельскохозяйственного строения. И, например, Росельмаш или Петербургский трактор за год, за эти три года практически вдвое увеличили объем выпуска, подготовили к серийному выпуску новые модели техники, создали новые рабочие места, увеличили отчисления в бюджеты всех уровней. Это о чем говорит? Что даже в этих условиях можно работать, но надо просто изменить подход. И должен здесь править, как говорит Сабал, не финансовый капитал, а производственный. Но, к сожалению, этого не происходит. Поэтому здесь всем нам, вот как пример еще хотел бы привести, что это все невозможно без человеческого фактора. Когда человек, работник, работающий на предприятии, видит перспективу, имеет уверенность в завтрашнем дне, уважение определенное и соучастие в своем общем деле, он, естественно, эффективно работает, а не ходит просто на предприятие получать нищественную зарплату. И здесь хотелось бы, наверное, отразить еще один момент о том, что хватит, наверное, вести ту политику, которая сегодня происходит. Не пора ли правительству прислушаться к тем предложениям и программам многих других партий, в частности КПРФ, и изменить подходы, и начать предметно эти предложения и программы обсуждать. А то мы, к сожалению, правительство у нас наступает на одни и те же грабли, а, к сожалению, народ от этого, хоть и наступает правительство, но народу уже весь лоб разбит. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова